Продолжение следует... Все они удивительны, уникальны. Когда ученые говорят, сподвижники, посланник Аллаха, подобно большому саду. Один дает плод, финик, другой дает апельсин, лимон, мандарин. То есть все они вместе являются одним большим таким красивым садом. Хадиджа уммальму'менин. Сегодня хотелось бы рассказать, уважаемые братья и сестры, о ком? О вашей, о нашей маме. Она наша мама. Хадиджа уммальму'менин, мама правоведных. Аллах, субхану ва-те-Аля, в Коране говорит, «Ва азваджиху уммахатихум». Жены пророка, вашей мамы, сказал Аллах, субхану ва-те-Аля. Сей-идун-нися-ил-аламин. Она госпожа всех женщин во всем мире. Самая госпожа женщин Хадиджа, рода Аллаху Аня. Первые, кто приняла ислам с пророком Мухаммадом, саллаху алейхи вассалям. То есть сейчас сколько мусульман? Более 2,5 миллиарда мусульман. Первые мусульмане было пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, и хадиджи. Вот это был ислам, и все. Первые, кто уверовал в посланник Аллаху, саллаху алейхи вассалям, и сказал, Когда он пришел, увидел впервые Джабраил, алейхи вассалям, в том виде, как Аллах, субхану ва-те-Аля, его сотворил, напугался, укутайте, накройте меня. Тогда Аллах, субхану ва-те-Аля, не спасал. Укутанный встань и призывай. И в этот момент у него был некий испуг, и она сказала, Как красиво супруга поддержала своего мужа. Поистине, Аллах, субхану ва-те-Аля, тебя никогда не унизит. Тебя никогда он в униженном положении не оставит. Хадиджи бинту Хууэлит, бинту Асад, бинту Абдул-Уззэ, бинту Кусай, бинту Келап. Вот это ее прадед Кусай, также является прапрадедом пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. То есть они, помимо того, что она была супругой, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, они еще были и родственниками. Занималась она торговлей, и известна была ее лякаб тахира, чистая, чистая женщина. Пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, был лякаб садикуль амин. То есть тот, кому можно доверять, правдивый, надежный. И представляете, поженились надежные, правдивые и чистые. То есть, Субханаллах, в тот момент, когда было много фавахиш, когда было много нечистот, когда было много грязи и харамных вещей, и многобожие, вот так вот именно их звали. Два этих человек соединились, какие тогда еще были дети. От нее были дети, все дети у пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, помимо Ибрахима. Умму-ль-Касим, так же как пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, Канья, Канна, Абул-Касима, она была Умму-ль-Касим, Аль-Касим, Абдуллах, Зейнаб, Рукайя, Фатима, Умму-Кульсум. Все дети были от Хаджи, рода Аллаху Аня, и только Ибрахим был от Марии Куптия. Она занималась таким видом, вот все здесь как бы бизнесмены собрались, да, клуб бизнесменов, мусульманских бизнесменов. Она занималась видом деятельности мудараба. мудараба, то есть давала свое имущество, свои деньги, тем людям, которые занимались бизнесом. И эти бизнесмены брали ее деньги, занимались торговлей, и, аль-хамдуллах, потом уже делили там прибыль, как по договоренности. И она именно, эта мудараба строится на две важные вещи. И она именно, эта мудараба строится на две важные вещи. Первая это амана, то есть нужно выбирать тех таких людей, которым можно доверять. И второе, это хибра, то есть должно быть у человека, который взялся за бизнес, должно быть понимание, чем он занимается. Должен быть проект, должен он это все изучить и так далее. Поэтому Аллах, Субхану Ва Та'Аля, в Коране сказал, «Хайру мани ста'джартал кави юля аминь». Самый лучший, кого ты можешь нанять, это кави сильный, также тот, у кого есть опыт, и аминь надежный. И как на сегодняшний день, в Аллахе, не хватает вот этих двух качеств во время, тогда вот, опять же, являясь имамом мечети, когда приходят братья, которые занимаются бизнесом, и потом приходят, чтобы разбираться, Субхану Вау, тот его предал, этот его обманул, этот его кинул. Вот эти две вещи не хватают очень для мусульман и вообще для людей, что это надежность. И это, чтобы была хибра, чтобы человек понимал, чем он занимается. И именно вот это халяльный вид деятельности, мударабы, а не так, как на сегодняшний день, бывают люди, дают другим деньги, говорят, вот, занимайся, если ты прогоришь, там, ты за деньги отвечаешь, так, получается, его заставляют за деньги еще отвечать, и еще должен прибыль подназначить. Это риба, это как бы то, что Аллах, Субхану Вау, в Коране говорят, «Халля Аллаху, альбай'а, ахаррама риба», Аллах разрешил торговлю и запретил риба. Когда мы с одним из ученых в Египте встречались, он рассказал такую историю из этой жизни, Субхану Вау, говорит, ко мне пришел один молодой парень и плакал, его отец умер. Я ему сказал то, что все умрут, Субхану Вау, это аль-маут, хак, то есть все уйдут из этой жизни. Нет, мне страшно было, как мой отец умер. Умер он, уважаемые братья и сестры, ему начало тошнить, зашел в уборную, и прям лицом, когда его вырвало, в уборную умер. И когда спросил, говорит, я у своей мамы, чем же занимался папа, какой вид деятельности у него был, потом она рассказала то, что он брал деньги, давал людям под проценты, собирал эти проценты и на эти проценты себя кормил и свою семью. Поэтому такой же его итог. Хадиджи рода Аллаху Аньха, Аиша рода Аллаху Аньха сказала, супруга, посланник Аллаху, саллаху алейхи вассалям, то есть я никому так пророка, саллаху алейхи вассалям, не ревновала, как ревновала Хадиджи. Даже после ее смерти, после ее смерти, пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, встречался с ее подругами, давал им садака, давал им подарки, это Хадиджи. То есть вот так вот он всегда вспоминал, Хадиджи вот так была, Хадиджи вот так сделала. Один раз даже Аиша рода Аллаху Аньха так сильно заряновала и сказала, кроме этой старой женщины никого не осталось. То есть она умерла, когда было ей 65 лет, в год скорби, в этот же год умер дядя пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, Абу Талиб. И вот когда она умерла, то есть после этого пророк саллаху алейхи вассалям ее так же много восхвалял, так же о ней много помнил и так же немного вспоминал. И на что пророк саллаху алейхи вассалям ответил, сильно разозлился и ответил Аиша рода Аллаху Аньха, сказал, ла, нет, ма абдаля нилляху хайра минха, Аллах мне не заменил меня на лучшее, чем она. Она уверовала тогда, когда люди были неверующими. Она в меня поверила, когда люди меня посчитали лгуном, лжецом. Она давала из своего имущества, она мне родила детей. Поэтому ученые говорят, что здесь Ибн Кафир красиво сделал шарх этому хадису, этому сказанному Аиша. То есть Аиша сказала, тебе Аллах заменил лучшим, то есть имела в виду себя. Не то, что она себя хотела восхвалить, а я молодая. То есть она была старая, то есть как бы не печалься, я Расуль Аллах. Вот с этой именно позиции она так сказала. Поэтому ученые разногласят, кто была лучше, Хадиджа или Аиша. Некоторые ученые говорят, что Хадиджа, почему? Потому что она первая, кто приняла ислам. Она, аль-хамдалля, помогала пророку Мухаммаду, саллаллаху алейху ассалям. Она была мама детей, посланник Аллаха. Другие же ученые сказали, что Аиша лучше, потому что много у нее было знаний, много хадисов от нее передается. Дочь Абу Бакар, рада Аллаху альху. И то, что Аллах, субхану алейху, не спасал аят касательно Аиша, оправдал ее в том, что ее обвинили. Поэтому здесь ученые говорят, лучше оставить эти разговоры. Кто лучше, Аиша или Хадиджа, все они умахатр муменен. И имуиндаллах об этом знает только Аллах, субхану алейху альху альху. И на что обратила, уважаемые братья бизнесменные, на что обратила Хадиджа, рада Аллаху альху альху, когда отправила пророка Мухаммада, саллаллаху алейху алейху, вместе со своим помощником Мейсара в путешествие в Чам. они покупали какой то то есть получается сильно какую-то покупали что-то в шами и там продавали вот этот товар или кто-то покупал шами приезжал в мекку и продавал в мекке но пророк мухаммад саллаху ализея поступил иначе он покупил в шами купил купил товар быстро его там продал потом на эти деньги купил еще товар и продал его в мекке то есть он принес двойную прибыль хоть wreckage работает они делали и каиф сел под деревом щами под этим деревом подошел один знак подошел один монах и сказал кто это тогда вместе рассказал это такой-то такой-то из курорщита이트 из микки на что сказал под этим деревом садились только пророки и этой понравилась ходить родного не то что он был таком такой было праведный такой честный его ум за к именно как в торговле и хотела выйти за него замуж ее просватал говорится же об утоле по некоторым и рва этом hamza рада лавану пострадал ее для пророка мухаммада саллаху алейсалям и в конце хотелось бы рассказать короткую историю касательно как пророк мухаммад саллаху алейсалям даже после смерти тосковал по ней дочь пророка мухаммада саллаху алейкум салям зейнад зейнад бинту мухаммад была женой абу льаса ибн арабиа в тот момент а был неверующим а зейнад была мусульманкой она приняла ислам и когда он женился на ней когда пророчество саллаху алейсалям начал призывать к исламу курайшиты сказали разведи зейнад и мы тебя женим на любой курайшитки на что он отказался сказал нет я люблю свою супругу я стану с ней я не буду с ней разводиться и когда была битва при бедре тогда мусульмане взяли в плен курайшита взяли плен многобожников и попал в плен абу льас попал в плен абу льас и тогда зейнад супруга его точь-дочь пророка саллаху алейсалям была в мекке в тот момент когда прошла разряда было медине и каждый отправлял какие-то свои имущества чтобы выкупить своих пленных и зейнад подправила ожерелье который подарил ее мама хадиджи и пророк мухаммад саллаху алейсалям когда увидел ожерелье взял это ожерелье начал нюхать после смерти по ходить начал обнимать ходить это ожерелье ходить же это ожерелье ходить и потом дал выбор сахабам сказал если вы сможете оставьте ожерелье ей и освободить его если нет то вы можете забрать тогда сахабы послушались пророка мухаммада саллаху алейсалям вернули ожерелье зейнад тогда проксал оризон поставила ей условия об уль-а-су чтобы он вернул за и на в медину и второй раз когда уже он караван шел у расчетов шел караван в чем напали на каравана земли хариса и забрал все имущество которое принадлежало принадлежал у расчетом тогда сбежал об уль-а-су-пруг муж зейнад рада лавана и прибежал в медину и спрятался в доме зейнад и вдруг на утренном молитве к дать прошла ли сам проводил намаз она вышла и начала кричать то есть я хочу вам сказать услышьте то что мой муж об уль-а-су меня дома я взяла его назвать на по свое подпечительство тогда проб мухаммада соломы рисунская сами от у нас а металлу вы услышали то что я слышал с тогда сказали с ахабы да мы услышали то что ты услышал и он сказал опять его ахляк пророку мухаммада саллах алейсалям и сказал если вы сможете то есть он уже здесь верните это имущество уральчит им если нет то это трофея которая пришла вам от аллаха тогда не послушались пророка мухаммада саллаху алиса вернули обратно курайшита в мекку всех имущества и после этого абуля сказал аж хаду алла или аллаху она мухаммада расула я свидетельствую то что нету бога достойного поклонения кроме аллаха и то что мухаммад раб и посланник аллаха и клянусь аллахом я раньше не принял ислам боясь чтобы вы подумали что я принимаю ислам ради того чтобы вернуть эти богатства и вот так вот он в восьмом году по хидре умерла зейнаб и через какое-то время умер умер абуль ас будучи мусульманин во время проведения абу бакара долл агу просим аллаху субханава теалия чтобы нас вместе соединил в средин сахабами с подвижниками с пророками шахидами как вместе соединил в средин нас в этой в этом шатре в чрезаком лаха ир саллаху она не бина мухаммад в алиса